Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Чернов Александр Владимирович. Я научный руководитель ветэндошколы Карл Шторц в России. На видеоролике представляются особенности видеоторкоскопии, выполненной по поводу перикарбектомии у собаки. Обратите внимание, что используется несколько доступов. А именно, нам нужен обязательно пароксифоидальный доступ для эндоскопов. Помимо этого используются еще два доступа. Один из них 5-7 межреберья по подмышечной линии, а другое обычно тоже 5-7 межреберья, но на разнице обязательно в одно ребро для того, чтобы ввести туда обычно парастернально один из манипуляторов. В данном случае используется манипулятор Erby by Season и обычный Grasper. Обратите внимание, сначала я захватываю перикард Grasper и затем by Season работаю, сразу же пересекая перикард и формируя окошко. Этот манипулятор сразу же обеспечивает и коагуляцию, и одновременно разрезание. Сейчас вы видите и диафрагмальный нерв, и рядышком уже оголенное правое ушко правопредсервия. Обратите внимание, что следом я меняю расположение манипуляторов, и уже в каудальном направлении, продольном направлении тела собаки, я прохожу опять же Erby by Decision. Обратите внимание, что с одной стороны у этого манипулятора керамическая часть, которая обеспечивает отсутствие ожогов правых отделов сердца при работе с биполярной коагуляцией. Собственно, я уже сейчас формировал очень большое достаточно окошко, при этом не повредив диафрагмальный нерв. После формирования этого небольшого окошка я удаляю резицированную часть перикарда и после этого извлекаю его наружу. По большому счёту, вся операция занимает недолгое время, в зависимости от того, по какому поводу она выполняется. В данном случае вы видите классические этапы выполнения подобного вмешательства. Нюанс огромный заключается в применении особого манипулятора, который вы видите перед глазами. И, собственно, бескровное удаление части перикарда абсолютно не сопряжено с какими-то сложностями. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok